Зайцев Ньюз. Музыкальные и развлекательные новости. Если устроить конкурс на лучший день недели, то первое место в нем, скорее всего, займут пятница или суббота. А вот последнее, безговорочно, достанется хмурому понедельнику. Никто не любит его, ведь так тяжело после выходных возвращаться в офис или снова браться за какие-то будничные дела. Я сегодня решила отменить тяжелый понедельник и предлагаю вам воспользоваться некоторыми советами, чтобы сделать этот день пусть и не самым лучшим на свете, но хотя бы тюкечку легче и приятнее. Почему-то все только и твердят, что понедельник, понедельник, день тяжелый. Как тут не раскиснуть, когда сразу даешь себе вот такую негативную установочку? Нет, неправильно, друзья. Это день начинаний, когда можно обнулиться, любимое слово года, и стартовать к новой цели. Понедельник – лучшее время и точка отсчета, чтобы начать бегать, худеть, следить за порядком в доме или бросить какие-то вредные привычки. Главное, правда, этого очень сильно захотеть. Зовут меня Кристина Брахман, это «Зайцев Ньюз». Музыкальные и развлекательные новости, собранные со всего света и, конечно же, полезные советы. И этот подкаст я решила начать именно с советов. Помимо этого мы поговорим сегодня и о Дрейке, и о Коньюэсте, Коньюэст номер один в наших музыкальных подкастах. Итальянцы в России, Моноскин, Сарваль, выступление омаров, об этом также расскажу. Но прежде хочу зарядить вас на прекрасную, позитивную и бодрую неделю. Как насчет того, чтобы поменять имидж понедельника и сделать его положительным героем? Я согласна. Неделя только началась, а это значит, что впереди целых 7 дней новых впечатлений и событий, что приготовила для нас эта неделя. Наверняка что-то хорошее и многое зависит от нас самих. Можно немного полениться. Ну, все же понимают, первый день недели нужно раскачиваться и окончательно отойти от выходных, облениться. Все коллеги растягивают кофейный перерыв, даже начальник немного опаздывает на работу. Да, вы действительно пришли в офис, и для этого пришлось произвести некоторое усилие, возможно, даже титаническое. Но в конце месяца вы услышите звонкую смс-ку, ватсап, вайбер или еще куда с вестью о зачислении зарплаты. А ведь сейчас у кого-то с работы трудности, и она останется без заветного сообщения. Или он, ну, этот человек, кто не получит смс. Поэтому, милые мои, любите свою работу, наслаждайтесь жизнью, начните день раньше, если это возможно. Хотя уже, в принципе, полдень, что тут говорить, но все же. В конце нашего музыкального подкаста я расскажу вам, как начать день раньше, советы на всю неделю. Возможно, они вам понадобятся и будут нести какой-то положительный и познавательный контент. Вот. Итальянцы в России Монаскин сорвали выступление Маруф. Вот об этом хотелось бы вам рассказать. Группа Монаскин не дала выступать певице Маруф, которая должна была петь у них на разогреве. Почему? Концерт итальянской рок-группы Монаскин прошел на днях в московском Гуми. Выход у украинской певицы на сцену сначала переносили, потом вовсе отменили. Итальянцы решили, что разогрев им не нужен. Маруф уехал и не спев ни одной песни. Своё недовольство организаторам высказали и поклонники Монаскин. Которых не пустили на выступление. А вот журналисты пожаловались то, что не смогли взять у итальянцев интервью. Например, Ксения Собчок не смогла записать беседу с победителями Евровидения 2021. Не знаю, звезды что ли? Вот наши ребята всегда общаются с журналистами. И более-менее благосклонны, насколько это возможно. Хотя, не знаю, вот недавно на страничке в инстаграм у Полины Гагариной, она там и рубрика, есть ответ на вопрос. Так вот, кто-то из поклонников её спросил, а почему говорят, что вы очень высокомерная? Она сказала, потому что меня плохо знают. Те люди, которые говорят, что я высокомерная, вернее, вообще меня не знают. Ну, есть такие звезды, которые действительно, вот ты на них смотришь, тебе кажется, что они, ну, прям такие высокомерные. Ну, вот Тиль Линдеман спел на Красной площади, не знаю, высокомерный ли он артист, но безумно эпатажный и любопытный, еще любит нашу страну. Вокалист немецкой панк-рок группы Rammstein Тиль Линдеман спел на международном фестивале «Спасская башня» песню «Любимый город» на русском языке. Акомпанировал рокеру ни много ни мало оркестр войск Национальной гвардии. Как мы писали ранее, военно-патриотический фестиваль проходил в Москве в эти выходные 4 и 5 сентября. Также на фестивале сыграли российский президентский оркестр и рота спецкараула президентского полка, военный оркестр вооруженных сил Греции, оркестр полиции Катара и хор турецкого и другие. Мероприятие масштабное и безумно интересное. Также хотелось бы рассказать о концерте. На концерте диджея Тиеста выстрелили из пушки прахом его фаната. На концерте диджея Тиеста Великобритании выстрелили из конфетти пушки прахом его фаната. Сумасшедшая семья погибшего Стюарта Митчелла продала его билеты на фестиваль электронной музыки, чтобы покрыть расходы на похороны. Как пишет BBC, отец Стюарта отправил покупателям часть его праха и попросил развеять его на концерте. Это немного праха моего сына Стюарта. Я буду невероятно вам признателен, если вы сможете развеять его где-нибудь на концерте, чтобы он мог буквально побывать там в последний раз, написал мужчина. Покупатели билетов, братья Райан и Лем Миллен, согласились. Они взяли с собой на фестиваль баннер с фотографией Стюарта и надписью «Это твой последний танец, приятель». Слова не могут выразить, конечно же, нашу благодарность организаторам за возможность почтить память Стюарта таким вот образом. Стюарт Митчелл, мы пульщены, что нам позволили помочь тебе завершить свое путешествие вместе с нами. Пишут ребята, теперь ты стал частью одного из своих любимых мест и всегда будешь с нами, сказал Райан Миллен. Мужчины попросили организаторов поднять баннер на сцену. Когда сотрудники узнали, в чем дело, то предложили выстрелить прахом погибшего из конфетти Пушки во время выступления диджея Тиеста. Так они, в общем, в принципе, и сделали. Нужны ли тут какие-то комментарии, я не знаю. У каждого свои предрассудки. И, возможно, есть в этом что-то такое символическое и трогательное даже. Но я тут подумала за тех людей, которые присутствовали на концерте. А каково им вот это вот все было наблюдать и праха? Может быть, кто-то настолько скептически относится к праху и испытывает определенный страх? Я не знаю. Друзья, еще больше новостей на Зайцев Ньюс. Найти нас можно news.zaycevnet. Читайте, будьте в курсе событий, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Помимо этого, мы подготовили для вас «Респект из Америки», топ-10 самых популярных треков в США. Также окунаемся в ностальгию топ самых популярных треков прошлого столетия. Зайцев.net представляет топ-10 самых крутых рэп-треков. И не только все это у нас на Зайцев Ньюс. Заходите, читайте, смотрите и пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Также топ-10 прошедшей недели по версии музыкального сервиса зайцев.net также имеется. Каждый будний день выходит свежий музыкальный подкаст. И 7 дней в неделю журналисты Зайцев Ньюс трудятся и пишут новые статьи. Зайцев Ньюс. Музыкальные и развлекательные новости Канью Уэст намерен вернуть Ким Кардашьян. Канью Уэст заявила о намерении сойти со своей бывшей женой. По информации американской прессы, рэпер воодушевлен атмосферой сцены с последней презентацией своего альбома «Донда», когда Ким Кардашьян вышла к нему в свадебном платье с длинной валью. Это было воссоединение звездной свадьбы 2014 года. От зрителей не ускользнул момент, когда бывшие супруги искренне обнимали друг друга, улыбались и, судя по всему, обменивались теплыми словами. Ну а что это вполне нормально, когда есть дети, все равно же люди какое-то время жили вместе, они в любом случае родные, что враждовать-то. А после Уэст и Кардашьян ушли держать за руку. По свидетельствам очевидцев, сцена была искренне, она стала особым моментом шоу, а сама Ким была счастлива вновь облачиться в свадебный наряд. Не знаю, ради пиара или по-настоящему люди, артисты испытывали эти любовные эмоции. Выпуск нового альбома Канни Уэста подогрел слухи о его неверности Ким Кардашьян. В одной из песен рэпер признался в изменах после рождения двух детей. По информации инсайдеров, это не было какой-то там новостью для Ким. Она была знакома с текстами песен еще до релиза Донда. Кстати, один из ключевых треков альбома посвящен именно разводу пары. Также на песню снят клип, а об этом я уже рассказывала вам на Зайцев Ньюс. И напомню, что Канни Уэст и Ким поженились в 2014 году и уже решили, значит, развестись после семи лет брака в феврале 2021 года. И пара воспитывает четверых детей. Поэтому мы не знаем, насколько все там искренне. Может быть, это шоу, поэтому она вышла в свадебном платье и мило улыбалась своему бывшему мужу. А может быть, действительно, они заново полюбили друг друга. Совет да любовь. Самое главное, чтобы все мы жили в мире из согласия. Неважно, вместе мы сейчас или нет, не имеет никакого значения, особенно, когда есть дети общие, которые вообще ни в чем не виноваты. Они любят и маму, и папу. Кстати, о детях. Максим, певица, привела дочку в первый класс. После тяжелой болезни, многих дней комы и долгого восстановления, артистка впервые появилась на публике. Марина Абросимова привела младшую дочь Марию на ее первую школьную линейку. Судя по фотографии, выглядит она прекрасно. Поклонники Максима в комментариях пожелали удачи юной ученице, но также отметили, что удивлены такому скорому появлению певицы на публику. Как мы писали ранее, впервые после болезни артистка появилась на снятом очевидцами видео, которое позже опубликовали в сети. На разных источниках, как выглядела Максим после тяжелейшего периода и что взволновало поклонников, вы можете прочитать на «Зайцев Ньюз». Одно хочу сказать, сейчас она выглядит прекрасно. Желаем ей лишь только скорейшего выздоровления и возвращения на сцену. Если вы до сих пор не в курсе, что Моргенштерн поженился, вы можете к нам на «Зайцев Ньюз» зайти и узнать подробности данного мероприятия. Помимо этого, отец Бритни Спирс требует у нее 2 миллиона долларов. И еще о Бритни Спирс. Фанат Бритни Спирс купил ее мерчи на 10 миллионов рублей. Моргенштерн собрался в президенты, эти и другие новости на «Зайцев Ньюз». Адрес прост, записывайте, news.zaycef.net. И в завершении нашего музыкального подкаста хотелось бы, знаете, о чем вам рассказать? О Финессе. Финесс О'Коннелл, он же Финесс, он же брат и продюсер Билли Айлиш, выпустил новый сингл. За 90-е трек включен в дебютный альбом исполнителя «Оптимист», выход которого запланирован на 15 октября 2021 года. 90-е были тем современным периодом времени, которым не правил интернет. Тогда царила атмосфера оптимизма, которая, возможно, не так актуальна сегодня, в 2021 году. И я думаю, что всегда важно быть оптимистом, но в 90-х люди чувствовали, что у них есть обнадеживающее светлое будущее. И я думаю, что сейчас мы живем в тот период времени, когда многие ученые в замешательстве из-за того, что нас ждет, приводят слова Финесса и Intermedia.ru. «Зайцев Ньюз» отчасти разделяет ностальгию Финесса О'Коннелла по 90-м, но предпочитает наслаждаться настоящим, просматривая клипы. И слушая современную музыку. Хотя на «Зайцев нет» у нас для всех найдется музыка для души, для настроения определенного. Если захотелось 90-е, то, пожалуйста, заходите и слушайте. И обещала же я вам в конце нашего музыкального подкаста рассказать о том, как начать день раньше. Вот завтра попробуйте. Звучит, конечно, безумно, но более ранний подъем поможет победить некоторую хандру осеннюю. Дело в том, что большинство из нас по-настоящему просыпаются лишь на работе. И все, что происходит до этого, больше похоже на некоторые отработанные механические действия. Встать с постели, проглотить завтрак, отстоять пробки. И только придя в офис, можно, наконец, выдохнуть и под кофе настроиться на день. У меня, по крайней мере, вот как я вам сказала. Поставьте будильник на час, полчаса раньше, и у вас будет время, чтобы войти в этот день. Это можно сделать бодро, пойти на пробежку или прогулку перед офисом, или плавно потратить минуты на неспешное смакование завтрака, либо просмотр ленты в Инстаграм, либо еще какой-то новостной ленты. Можно почитать даже утром. Небольшой секрет. Проснуться с первого раза, поставьте только один будильник. И когда вы ставите кучу сигналов с промежуточным моментом в пять минут, то мозг понимает, что у него еще есть вторая, третья, десятая попытка для пробуждения. Это не стоит делать. А так он будет знать, что шанс один, и встать нужно наверняка и прямо сейчас. Вот прям завтра попробуйте. Полезные советы, музыкальные новости на Zayzev News. От нас, Зайцев, и от меня, Кристина Брахман. Услышимся завтра. Пока. И развлекательные новости.